1100 детей медицинских работников Югры получили новогодние подарки. Новый год в каждый дом, так называется, акция взаимопомощи, которую организовал федеральный штаб «Мы вместе» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики». Сладости распределили между пятью крупными медучреждениями округа. Материал Жанны Кузьминой. Братья Александр, Алексей и Андрей готовились к встрече с волонтерами, разучивали стихи и поздравления, но в самый важный момент растерялись. Три пакета со сладостями оказались сюрпризом. Неожиданностью это стало и для мамы дошколят. Татьяна Миронова много лет работает медсестрой в окружной больнице, но подарки от московских коллег получает впервые. Дети тройня, один инвалид, ходят в садик, на следующий год уже в школу пойдут. Кто поет, кто танцует, кто чем занимается, кто плавает. У каждого все свое. Радостно, дети тоже такие радостные, что приехали, поздравили. Приятно, конечно, как неприятно. 1100 подарков получат сотрудники пяти крупных медучреждений Югры. На каждый муниципалитет 220 пакетов. В Нижневартовске их вручили семьям медработников окружной клинической больницы. Причем в эту категорию попали все, в том числе и те, кто трудится в ковидных госпиталях. Сладости привезли в город на машине из Ханты-Мансийска, когда на улице стояли сильные холода. Поэтому подарки решили доставить каждому ребенку на дом. Я думаю, что здесь небольшая толика, остальную сейчас разгрузим. Поэтому я думаю, что все же докторам будет приятно принести домой дополнительные подарки для детей. И хотелось бы пожелать, чтобы быстрее эта эпидемия закончилась. Организаторам акции «Новый год в каждый дом» выступили сразу несколько общественных объединений. В том числе Всероссийское движение «Волонтеры-медики». В Югре их дело поддержали коллеги, добровольцы из городских поликлиник и больниц. «Волонтерам выпала такая прекрасная возможность познакомиться с нашими медицинскими работниками, с их семьями, с их детьми. И вот эти подарки, которые прилетели к нам из Москвы, они как раз предназначались деткам медицинских работников, чтобы подарить такое немножко праздничное настроение перед Новым годом и настроить уже на позитивный лад, несмотря на то, что сейчас происходит и в стране, и в мире». Нижневартовск стал первой точкой в новогоднем маршруте «Волонтеров-медиков». Акция продлится до 31 декабря. До конца года подарки доставят в больницы Нефтьюганска, Нягани, Сургута и Ханты-Мансийска. Жанна Кузьмина, Андрей Клиницкий, Вести Югория, Нижневартовск.